Всем привет, дорогие мои друзья! С вами, как всегда, я, Зератул, и сегодня мы продолжим наше путешествие по прекрасному миру Геншин Импорт. 24 серия, ребятки, погнали! Погнали навстречу нашим приключениям. В прошлый раз мы закончили на сюжетных квестах, и перед началом этой серии я хочу пооткрывать всякие молитвы, потому что я немножечко пофармил, и вне записи нафармил чуточку осколочков, чтобы прикупить парочку молитв. Поэтому что? Поэтому правильно. Отправляемся в стандартный баннер, и здесь у меня один ролл уже есть, и еще парочку мы можем купить, я думаю. Вот, поэтому давай-ка что? Правильно. Открывать. И я надеюсь, мне выпадет цы-цы. Но не в этом ролле, видимо. Дэкс. Бесполезный хлам, спасибо, да-дам. Подтверждаю. Давай что-нибудь, что-нибудь полезное, пожалуйста. Бесполезный хлам номер два. Ну и последний ролл, ну давай, я верю в тебя. Че там, че там? Не везет нам, ребятушки. Вообще-пи не везет. Это печально, конечно, это печально. Но у нас тут набежало 75 штучек, это значит что? Это значит, что мы берем судьбоносную штучку. Это раз, это два, сы, и это трис. Ну давай, последним что-нибудь пусть будет. Что нам не везет, ребят. Вообще-пи не везет. Ладно. Ясно. Ну тогда отправляемся по нашим квестам, а квесты у нас вернутся к Ци-Ци в хижину Бубу, где нас как раз-таки в прошлый раз и встречали. А куда это нам надо было? Нам надо было вот сюда, точка телепортейшн, телепортейшн. Так, запись-то вроде бы идёт, вроде бы идёт, вроде бы всё хорошечно, багалагов нет, дропов нет. Так, погнали. Погнали дальше. Жалко, что нам вообще ничего не выпадает с роллов, так грустно. А кстати, справедливость ради, а сколько у меня осталось молитв до гаранта? Давай-ка мы это посмотрим, родной мой. Значит смотри, событий. Раз, два, три, четыре, пять. Событий пять и будет гарант эпика. Стандартных раз, два, три и будет ещё семь и будет гарант эпика. А в целом там уже плюс-минус сорок в каждой. Ну то есть, то есть, то есть, рано или поздно мы что-нибудь дополучим. Рано или поздно. Здравствуй, родная. Прости, Цицы, но мы не смогли выполнить нашу часть контракта. Нам не удалось найти священное животное, которое ты называешь Кокосовой Козой. А, какая досада. Ну ничего страшного, просто досадно. Ну вот, теперь я чувствую себя ужасно виноватой перед Цицы. Зачем тебе Кокосовой Коза, Цицы? Её молоко вкусное, вкуснее обычного козьего, потому что священное животное. Простите, у меня плохая память. Я где-то записала, как называется это молоко. Сейчас. Вот оно, точно. Вкусное молоко, кокосовое молоко. Что? Простите, это моя вина. Я должен был догадаться, прежде чем тащить вас в горы. Не бери на себя вину, господин Джун Ли. Любой из нас мог бы догадаться, но не догадался. Цицы сказала. Что-то не так? Прости, Зератул, но я не хочу ломать психику этому бедному ребёнку. Кокосовое молоко получает из кокосов. О, похоже, она задумалась. Рано или поздно каждому приходится столкнуться с несправедливостью этого мира. Шо? Оставим её подумать. Ха-ха. Это был хороший урок для моей девочки. Спасибо, что присмотрела за лавкой, Цицы. Ты кто такой вообще? А вы кто? Прошу прощения за свои манеры. Меня зовут Байджу. Я владелец хижины Бубу. Ну, нифига ты, змей. А мы думали, что Цицы здесь главная. Мы подумали, раз она носит все эти травы на шее. Цицы очень наивный ребёнок, но, к сожалению, клиенты бывают ещё наивнее. А, эта змея, она что-то сказала только что? Ничего удивительного, это Ли Юэ. Честно говоря, я не хотела разговаривать с вами. Старые клиенты уже привыкли к моему облику, а новые всё ещё удивляются и пугаются. Но если я буду и дальше хранить молчание, вы примете меня за какое-нибудь лекарство. Хм-хм. Это Чан Шэн, она очень добрая. Теперь скажите, чем я могу вам помочь? Подскажи, пожалуйста, есть ли у вас в наличии Вечный Ладан? Вечный Ладан? Да, конечно, есть, конечно. О, отлично! Всё-таки не зря мы потратили целый день. Сразу скажу, что Вечный Ладан у нас только высочайшего качества, поэтому я готов продать его за скромную сумму в 3 миллиона мора. Эм, а ключи от Золотой Палаты вы не хотите? Хотя там сейчас всё занято группировкой ЦИСИН, поэтому и охрана будет внимательнее. 3 миллиона? Обычное число, как и любое другое, но с практической точки зрения такой суммы впрямь нелегко собрать. Так много мора, мы никогда не сможем столько заплатить, а вы, господин Джун Ли, лучше ничего не говорите. Я только соглашусь. У вас правда нет совести. Что же нам делать? Неужели снова придётся обращаться к Чайльду? Спустя 20 минут. А он стоит и ржёт. Нет, ну ты видал? Кокосовая коза, кокосовая коза. Неужели вы правда купились на такой детский розыгрыш? Эй, ну не надо смеётся над нами, пожалуйста. Я не могу остановиться. Рассмешили до слёз. Давайте я заплачу за вас. Расценивайте это как знак благодарности за то, что вам удалось так меня рассмешить. А вы врач Байджу, я прав. Меня зовут Чайльд. И один из предвестников Фатуи. Если вы не вздражаете, я бы хотел продолжить наше сотрудничество. Если всё-таки нуждаетесь в этом, мы могли бы оформить поставки кокосового молока до хижины Бубу. В самом деле, я наслышана о том, что Фатуи любит заводить друзей. Но вы правда рассчитываете, что я соглашусь на кокосовое молоко? Кокосовое молоко? Кокосовое молоко, Байджу, кокосовое молоко! Хорошо, хорошо. Я полагаю, мне нужно поблагодарить вас, господин Чайльд. Искренне надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество будет плодотворным. И вы заслужили скидку. Теперь вы можете купить вечный ладан всего лишь за 2 миллиона 990 тысяч моры. Эй, это же почти то же самое! 2 миллиона 990 тысяч? Тоже обычное число, как и любое другое. К тому же, действительно меньше, чем 3 миллиона. Решено. С этим делом мы закончили. Если у вас нет никаких других дел, то я буду ожидать вас на террасе Юйдзин. Господин Чайльд, господин Байджу, малышка Ци Ци, всем удачи! Я правильно понял, что нам впарили какую-то фигню за 3 ляма? Бизнес процветает в этом городишке. Ну и ну, ну и люди, давно я так не смеялся. Надеюсь, ты подслушал что-нибудь полезное, о чем они говорили? Да, господин Чайльд, они говорили, что Ци Цин заняли золотую палату. Так-так-так, Нингуан и ее прислужники Ци Цин, что же вы прячете в золотой палате, если не экзубию? Прости, Зератул, но я же тебя предупреждал, что у стен в Льюэ есть уши. Блин, кажется, мы сказали что-то левое. Уважение к культурному наследию. Не знаю, что это за достижение, но я его получил. Положить вечный ладан на место, а далеко это 190 метров. Ну, видимо, пешочком дойдем. Понять бы, правда, куда. Что-то мы какую-то секретную информейшн спалили, ребятки. Не есть хорошо, конечно, не есть хорошо. Ну, да ладно. А еще не есть хорошо, что мне так долго не выпадает Ци Ци. Ужас, просто ужас, ребятки. Так, давай-ка пособираем шелковицу. Так, все, бобра вроде, окей. Ну, раз уж просто рядом идем, ребят. Ну, пускать-то уж не будем, какую халяву. Так, погнали. Здорово. Принесли мы те ладан. Мы наняли работников и доставили вечный ладан. Подготовления к церемонии почти завершены. Ну, наконец-то! Теперь, путешественник, расскажи мне, какой опыт ты получил по прошествии нашего сотрудничества. Это оказалось очень-очень странное приключение. Странное? Не могу определиться. Вроде мы увидели изнутри жизнь богачей, но в то же время жили жизнью бедняков. А, чё, чё? Не могу определиться. Так. Ну и какой же твой ответ в итоге? Во время приключений всегда возникают путаницы и сомнения. Я дам тебе немного времени на размышления. А я скажу тем временем, что в качестве оплаты за вашу помощь в приготовлении церемонии Вознесения, я решил пригласить вас на ужин. Я угощаю. Ты понял? Он там три ляма заплатил за какой-то цветочек, а нас он приглашает на ужин. Ну ты ничего себе, конечно. Только не волнуйся на этот раз, я не забуду захватить кошелёк. Сегодня я приглашаю вас посетить прославленные старинные погребали Юэ. А в какой ресторан вы нас приглашаете? В какой-то, где подают вино? Да. Увидимся в ресторане Три чашки в парку. Дай мне три ляма моры, пожалуйста. Вот было бы прекрасно. За три ляма моры я бы... Я бы и сам бы в ресторан сходил. А? Так, приглашение Джун Ли. Дождитесь с шести до одиннадцати. И чё? Куда идти-то? Давай. Дождёмся с шести до одиннадцати. Так, ну вот, время вечер. Что-то нам тут ещё по-нараздавали. Это мы сейчас всё собираем. Это мы сейчас всё собираем. Это закрываем, это закрываем. Теперь направляйтесь в ресторан. Три чашки в парту. А где это? Сто тридцать четыре метра. Здесь я в правильном направлении лечу. Увидел лилии, ребятки. Решил пособирать чутка. Так, вот здесь вижу тебя, мистер. Вечно забывающий кошелёк. Здравствуйте. Честно говоря, он вообще не скупится на деньги, в отличие от вас. Этот ресторан очень отличает от масштабских забегалок, ведь тут вам никто не подаст яблочный сок. Значит, в этот раз я могу заказать вино? Я уже заказал для вас клёцки в рисовом вине? Хм, я думаю, это стоило вас ожидать. Если, дорогие гости, не возражают, я хочу рассказать вам историю нефритового дворца Нингуан. Ничего себе, здесь даже историю можно послушать. Какое замечательное место. У этого места очень высокая репутация, не только из-за дорогого алкоголя, но также благодаря его приятной атмосфере. Говоря об атмосфере, я не имею в виду то значение, которое ей предаёт путеводитель Патайват в разделе развлечений. Как уже знают наши глубоко уважаемые гости, в небесах над нашим любимой гаванью парит дворец, окутанный туманом. Этот дворец в резиденции Нингуан, воленебесцы Син. Вам известно это имя, не так ли? И вам известно, что ничего из происходящего в городе не ускользает от её взора. Если вы встанете на балконах нефритого дворца в ясную погоду и опустите свой взор, то сможете насладиться великолепным видом на нашу славную торговую столицу. Оу май, ты, это что-то за красоточка тут. Говорят, когда Нингуан обдумывает важные дела. Она уединяется в нефритовом дворце. Ни у кого нет ни доступа, кроме трёх верных помощниц. «Зачем ей нужны помощницы?» — спросишь ты. Чтобы проверять источники, внимательно изучать документы и искать информацию. Страница за страницей, строчка за строчкой, типа бумаг заполняет стены её кабинета. Но задолго до того, как на стене не останет свободное место, Нингуан принимает решение. А когда решение принято, она разрывает все документы на мелкие кусочки. И в жур, то, что осталось от документов, полетает в окно. Смотрите, как они кружатся на ветру, словно снежинки. А когда они оказываются на земле, написанные отрывки текста проносятся перед глазами торговцев Ли Юэ. Словно чернильные пятна на белом снегу. Один поэт сказал, «Самое редкое сокровище — это плава на бумажном снегу. И горы, и реки. И весь народ в трепете». Ничего себе тут сказочку нам показали. Ты понял? Наверняка вы уже успели заметить кусочки бумаги, летящие с балкона в канцелярии Нингуан. Какова же их истинная ценность? Это обрывки документов и планов Нингуан. Вам может хватить всего лишь одного кусочка, чтобы заполучить превосходство перед вашими конкурентами. Нингуан, воля небес, в последние дни мы очень часто слышим это имя. Все в Ли Юэ говорят о ней, Фату ее ненавидит. Скорее всего, именно она спрятала экзувию. А еще мы видели ее на церемонии шоссествия. Интересно, какой она человек? Ах, наконец-то я вас нашла. Сбежавшие за облачный предел путешественники. Кто это? Пайман нам пора. Постойте, я не из милилитов и не собираюсь причинить вам риск. Позвольте представить, меня зовут Гань Юй. Я главный секретарь павильона Лунного моря, а также посланница группировки Циссин. Ля какая красотка. Посланник, да главный секрет, посланник Циссин. Я руковожу государственными делами Циссин, но в этот раз меня к вам отправила лично воля небес Нингуан. А у вас тут не говорят, вспомнишь Нингуан, вот и ее посланник. Прошу прощения за то, что пришлось прервать вас. Это крайне невежливо, но я всего лишь хочу передать вам это приглашение от лица воли небес Нингуан. Пожалуйста, не теряйте времени и направляйте с нефритовый дворец, что парит над городом. Приглашение, говорите? Да, госпожа Нингуан сказала. Пригласи его. Я желаю увидеться с ним. Только с его помощью мы сможем развязать этот клубок ниток. Ребятки, прощайте древний лорд, задание выполнено. И после этих слов посланница по имени Ганью исчезла. Но нас пригласила к себе сама Нингуан. Пайман не может в это поверить. Иратул, мы увидим людей, у которых так много денег, что Пайман даже чисел таких не знает. Мы должны соблюдать этикет. Я всегда его соблюдаю. Немногие удостаиваются приглашения в нефритовый дворец. Ребят, нефритовый дворец с нефритовым дворцом, ну дай попить чай, а? Я вообще-то ужинал, а меня сразу за работу отправляют. Отправляйтесь туда немедленно, ну вот видишь, я же говорю сразу. Но не забудьте о церемонии Вознесения, когда вы закончите свои дела в нефритовом дворце, найдите меня на Тростниковых островах. Не переживай, мы не забудем, увидимся на Тростниковых островах. Самое забавное, что Нингуан с нами бегает так, приближение новой звезды доступно только с 35-го левела. В смысле? Нет, не смей говорить, что у меня недостаточно уровень. Самое забавное, что Нингуан-то у нас бегает с нами уже овермиллиард лет. Блин, ты прикинь, я не могу выполнить этот квест, потому что мне нужен 35-й уровень, а у меня 32-й приехали. Ну ладно, о чем он тут значит? Винокурный рассвет в Манштадт. Расскажите Делюбку про объявление войны. Давай пойдем тогда в Манштадт, что ли, выполним все остальные задания. Потому что это задание нам пока что недоступно. Это первое. А второе. Мы же там в Манштадте еще что-то недовыполняли. Собираем всякие цветочки. Нингуан, а нам про тебя сказочку рассказывали? Интересно. Но ты, конечно, не сравнишься с нашим прекрасным и любимым Рейзером. Так. Небольшой экскурс в прошлое. Как вы помните, здесь мы выполняли квесты с Делюком. И мы их перестали делать, когда нам открылся Ли Юэ. Потому что, типа, Ли Юэ было более-менее интереснее, что ли, я не знаю. Ну, короче, в общем, вернемся к этим квестам. Потому что пока что я не могу продолжать сюжетные квесты, связанные с Ли Юэ. Потому что слишком низкий ранг у меня. А вот сюжетные квесты с Манштадтом я продолжать могу. Поэтому их и будем, собственно, сейчас делать. Так что вот. Здравствуй, Делюк. Давно не видел. Делюк, у нас для тебя плохие новости. Мы только что были в World of Avonius. Объявление войны, да. Я в курсе. Спасибо, что проделали этот путь, чтобы оповестить меня. Но как? У винокорни Рассвет есть информаторы не только в криминальном подполье. Здорово! Каков наш план, господин Делюк? Я готов выслушать ваше предложение. Эм... Переждать на винокорни? И оставить всю работу рыцарям? Будь они под стать заданию, дело бы до такого не дошло. Чё? Ситуация не настолько серьёзная, чтобы мне пришлось залечь на дно и оставить рыцаря разбираться с последствиями. Да, Орден Бездны добавил нам проблем, подлые мерзавцы! У меня есть одна идея, но сперва мне нужно собрать больше информации. А именно понять, о чём говорится в зашифрованных частях письма. Зашифрованных? В тех, от которых у Паймы начинают болеть глаза? Это должно быть шифр, понятный только Ордену Бездны. Возможно, его используют для переписки между членами организации. Эм... Зачем им отправлять сообщения, которые понятны только им самим? Значит, что письмо содержит не только вызов мне, но и приказы для них самих. Когда становишься героем для одних, тут же становишься врагом для других. И так как я уже давно являюсь врагом Ордена Бездны, они наконец-то сделали меня целью, против которой объединяются их отряды. Вау, чтобы быть супергероем, обязательно нужно быть настолько умным? Я всего лишь понимаю своих врагов. Как я уже говорил, герои и злодеи две стороны одной монеты. Ну так что мы планируем делать с непонятной дарабачиной в письме? А как мы её поймём? Очень просто, когда-то... Неясно лучше... Когда что-то неясно, лучше просто спросить. Мне удалось выяснить расположение их крепости. Можешь ко мне присоединиться, если хочешь. Так, пошли. Крепость Ордена Бездны. Наверное, выполнив это задание, мы можем заканчивать данную серию, потому что время-то подходит к концу. 1048 метров. Нифига себе. Делюк. Пришли. Орден Бездны любит устраивать лагеря такого рода заброшенных руинах. Пойдём. Действовать нужно быстро. Пойдём. Войдите в крепость Орленого Безда. Здравствуйте. Ключ к шифру. Ну да, пойдём. Одиночный режим. Да, в принципе, наверное, да. В принципе, наверное, да. Пошли. Спуститесь в глубь крепость. А чего мне дали Делюка? Мне он не нравится. Ну, в смысле, он, конечно, супер имба и бла-бла-бла, но... О, нет? Покой ты вообще непрокаченный. Тынс, 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 тынс. Раз, два, три. Тыринс. Ах ты читер! Так, ладно, давай Делюком разберёмся. Папусный мистер Делюк. Ну, он какой-то, я не знаю, по 300. У меня Рейзер по 500 бьёт просто так. Так, открывай давай. Может, конечно, это из-за того, что это пробный режим и вот это вот всё. Но пока что мне Делюк не нравится. Но я знаю, что он один из сильнейших героев в этой игре. Но он мне не нравится просто визуально. Рейзер вот нравится. У него и история прикольная, и в целом он крутой. Не то, что эти ваши пафосные виноделы, Делюки, Фи-фи-фи. Мы таких не любим. А теперь смотри, мы делаем вот так. И вот так. Вот и всё. А то этими вашими Делюками тут по два часа воевать никакого интереса нет. Тут буквально вон парочку ударов под ультой. Вот и всё, видишь? И никаких проблем. Ещё Делюка мне дали попробовать. Фи. Мы с Рейзером ваших Делюков не любим. Не. 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 Так, открывайте ворота. Я иду туда-туда. Так, тут что-то интересное. Хеллоу. Куда ж ты? Ай-я-я-я. Ладно. Аллоу. Оп. Резь. Двес. Трис. Так, подхиляемся немножко. Так, ну у тебя-то иммунитета, а вот у этого-то иммунитета нет. Полторы я дал, нафига. Ну вот, а вы мне тут какого-то Делюка пихаете. У меня он Рейзер по полторы бьёт. Лендер, гидропевец. Ты кто такой? Блин, ребят, с ним. Кажись, по-простому не будет. Кажись, тут нужен именно огонь. Двес, двес, пирис. Ну тут-то вот Делюк, видимо, и подойдёт как раз. Чисто из-за того, что он огненный, да? Как тебе тут в уголке? Нормально сидится, да? На. Ну-ка, всё. Делюки эти ваши. Так, и что здесь у нас? Как вы меня здесь нашли? Орда отбросивус. Я не из ордов, а волиус. А теперь говори, каков ваш план? Письмо всё-таки дошло до тебя славно. Если думаешь, что я расскажу тебе все наши секреты, то ты глубоко заблуждаешься. Похоже, ты не понимаешь, в какой ситуации оказался. Жечь ладони огненной кары. Ты используешь глаз бога, чтобы пускать пламя из рук? Аааа, горячо. Поглядим, насколько тебя хватит. Стой, остановись, пожалуйста. Бально прошу, не надо. Попробует расспросить о планах. Нет, сжечь. Притворяешься мёртвым? Этого огня не хватило бы даже. Хм, похоже, он и вправду потерял сознание. Эй, будешь спать, когда я разрешу. Горячо. Я скажу, я всё скажу, прошу, не надо, я всё скажу. Орден, они собрали силу, которая объединяет ненависть к полуночному герою. Я не буду двинуться к городским воротам Манштадта завтра в десять вечера. Я больше ничего не знаю, пожалуйста, не надо меня больше сжечь. Это всё? Хм, надеюсь, ты не настолько глуп, чтобы скрывать что-то ещё. Да-ка, ты, может, кокнем его тогда, раз он больше нам не нужен? Хе-хе-хе-хе, добрый стримлер. Ладно, таки быть. Пусть поживёт. Так, давай, Рейзер, тут пособираем, а то... Редис сам себя не найдёт, как понимаешь. Тем более, что его, блин, ещё купить нигде нельзя. Как оказалось. Вот, видишь, 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 видишь. Редис, как оказалось, самый ценный ресурс. Почему? Потому что нигде нет просто. А там что, валяется? А, не знаю. Няшка какая-то. Ладно, выходим от седова. Эта информация достаточна, теперь мне нужно подготовиться. Буду благодарен, если ты будешь держать меня в курсе планов урза Павони. Так точно, господин Делюк. Всё, что пожелаете, господин Делюк. Всё в порядке? В связи с последними шабычиями, господин Делюк официально занял первое место в моём личном списке людей, которых нельзя раздражать ни при каких обстоятельствах. Вот так вот, ребятки. Так, узнайте у Хоффмана о планах рыцарей. Что за Хоффман? Узнавали мы одного Хоффмана. Так, где тут? Вот здесь вот. Телепортейшн. Я забыл, кстати, в гильдии приключений забрать наградки всякие, да? Но это мы сейчас поправим. Это мы сейчас поправим, это мы сейчас исправим. Так, ты пока погоди. Или ладно, не погоди, потом заберём награду. Здорово. Что же нам делать с объявлением войны, если не получится найти полночного героя? А, это вы, скажу честно, непростой это и дельцы. Я только что с совещанием обсуждал наши дальнейшие действия, и знаете, что мы решили? Объединиться с полночным героем? Нет, тогда люди будут думать, что мы одобряем его существование. Поощрение единоличного геройства в городе подведёт авторитет орда Фаонис. Понятно, а когда так... Какой тогда план? Установить личность полночного героя и предложить ему нашу защиту. Защиту? Кажется, он и без вашей защиты неплохо справляется. Ладно, вы помогли ордену в прошлом. Помогите сейчас. На самом деле, защита это всего лишь прикрытие. Наш план взять это дело полностью на себя. То есть вы не хотите дать полночному герою подгеройствовать? Ну почему? Во-первых, чтобы доказать народу наш авторитет, горожане должны знать, что они всегда могут положиться на рыцаря, даже если не будет никакого полночного героя. Во-вторых, орден Бездны не знает пощады, если с полночным героем что-то случится. Это только раззадорит злодеев. Ничего себе! Никогда не думал, что орда Фаонис такие сентиментальные. Но сначала нам нужна личность полночного героя. Без неё ни один план не сработает. Не нужно так убиваться, Хоффман. Просто делайте, как я говорю. Капитан Кея. В последнее время господин Делюк каждый вечер подменяет бармена вдоль ангелов. Поручаю тебе в это время не спускать с него глаз. Ну как, справишься? Так точно, капитан Кея М. Вы хотите сказать, что господин Делюк и есть полночный герой? Кто знает, это всего лишь догадка. Так. Мы сегодня узнали только нового о рыцарях. Но я всё равно не понимаю, почему Кея так уверен в том, что Делюк это полуночный герой? Да кто ж его знает? Нам скорее надо бежать на винокурне и обо всём ему рассказать. Угу. Так. Но перед этим есть одно дельце. Надо наградки-то собрать. А то я что-то ля-ля-ля-ля-то поля, короче. И наградки-то не собрал. Ну. Ах, да, забыл ещё рассказать. Помните, там был торговец, который давал подарочки? Короче, этот торговец исчез, как и ивент с ним связанный. Вот. Так, получить. Редис получить. Получить. Да, я отправляюсь за едой, потому что у меня внезапно оказалась что-то нехватка еды какая-то. Подожди, я не всё забрал. Простите, пожалуйста. Да, вот здесь вот не забрал. Редиса что-то нет, ребят. Так вот, всё. А теперь ещё за приключения. Очки учёного. Увеличит скорость восстановления энергии. Оу май. Получим какую-то пафосную штучку. Хорошо. А потом на 33 уровне приключений будет у нас один ролл. А потом будет закладка учёного. Зачем нам этот сет учёного вообще? Новый уровень мира. Максимальный рамк приключений 40. Ну, короче, в общем, вот. Пособирали всякое. Это, во-первых. Во-вторых, я и не помню, но, по-моему, какой-то квест у Вагнера есть. И гасит и зашёл, Рейзер. Не в бровь, а в глаз, как говорится. Так, насчёт руды. Что там за руда такая? Я так и не понял, что за руда и чё я ему должен был найти вообще. Что ты продаёшь? Хлам всякий продаёт. Понятно. Сделай для меня чё-нибудь. Ети же, пассатижи же. Ну, я могу, типа, делать вот это, вот чтобы сделать вот это, вот чтобы сделать вот это, чтобы сделать вот это. Наверное, так, да? Но, но-но-но, у нас есть. В течение восстанавливается энергия. Фу-фу-ло. Это чё делает? Увеличит бонус алиментального урона на 8. Базовая атака, мастерство стихий. Фатализаторы, хп. Мне бы лук какой-нибудь бы адекватный. Белую тень для Ноэльки. Копьё у меня есть. Может быть, попробуйте, я не знаю, какой-нибудь атлас замутить. Ну, вот этот, видимо, потому что это единственный атлас на стихии и урон. Но, блин, у меня просто так получилось, что унингуанки-то это же гео. Для неё, наверное, нужен какой-нибудь там силы атаки или крит-шанс. А тут просто силы стихии. Она не так важна для гео-героев, если я правильно понимаю. Это, во-первых. Во-вторых, ладно, фиг с ним, пошли дальше. А куда мы идём? А мы идём на Винокурню Россвет. То бишь, вот сюда. И это, наверное, последний наш квестик в этой серии. Потому что серия подходит к концу. Растягивать не будем. Вот. Почти, кстати, не похилит ствол. Отчаянный палаш ждёт спасения от монстров. Это что такое? Что такое? Кто там меня ждёт? Спасение от монстров ждёт кто-то от меня. Ну и ладно. Ну и пусть ждёт и ещё подождёт. А мы пока бежим вот сюда. Ой-ёй-ёй-ёй. Хорошо, что я похилился, ребят. Только что чуть не понял. Ой, у меня рецептов, кстати, оказывается куча. Ну, хорошо. Так, тем временем. Еды давай какой-нибудь. Сытный-присытный. 10 хп 300 хп. 10 хп 1200. Вот прям что-нибудь мега сытное. Можно что-нибудь такое прям? Получается вот это, что ли, самое сытное? А нет, погоди. 34 плюс 1900. Вот. Вкусные монстратские оладушки. Раз, два. Всё. Реизор у нас. Оп, кушался. Идём дальше. Грустно, ребят, то, что нам не выпадает цы-цы. Вообще грустно. Стандартный герой не падает. А так хочется. Алиби полуночного героя. Мистер Делюк, у нас тут проблема. Делюк, нам нужно рассказать тебе кое-что очень важное. Насчёт Кеи. Нужно было сразу догадаться, что он это так просто не оставит. Вы недолюбливаете друг друга, верно? Это не имеет значения. Важно то, что рыцари отреагировали именно так, как я и ожидал. Теперь нам нужно продумать дальнейший план действия. Не стоит возвращаться в таверну. Нельзя, тогда рыцари станут мне поддаливать ещё больше. Кеи на это и рассчитывает. И что же нам тогда делать? Дайте мне немного подумать. Если они хотят устроить слежку, мы не будем им мешать. Алиби нам не помешает. Алиби? Что за алиби-ли-били? Покажите мне услугу, и я объясню. Заинтриговал! В садах к северо-западу отсюда выращивают лучшие маршсадские туманные цветы. Вокруг сада также растут и дикие цветы. Буду весьма благодарен, если вы приносите мне немного тех цветов, а я пока займусь подготовкой. Чего? Алиби полночного героя. Покиньте винокорни. Где выход? Отдайте делику четыре туманных цветка. Здорово. Ну, вы вернулись. Позвольте представить вам нашего главного винодела. Только туманных цветов не терпится увидеть результат. Ты уверен, что оборудование выдержит такой уровень чистоты? Амммм, только подумайте, я разговариваю с самими владельцами винокорни. Не нужно волноваться, господин, я буду служить вам, даже если это будет стоить мне моей жизни. Стоить жизни? Вы что там замышляете? Я пока пойду, чем раньше начнем. Зачем ему столько туманных цветов? Хочет маме букет подарить? Если коротко, пару дней назад эксперты свинокорни экспериментировали с новыми вкусами. Они хотели выяснить, придется ли вину, освежающий аромат, добавление туманного цветка. Вкус оказался действительно чарующим, более чем. Значит, это вино неплохо продается. Нет, оно начало привлекать только слаймов. Чтобы выжить, слаймы полагаются на экстракт элементальной энергии. Они не могут устоять перед нашим вином. Сколько вреда можно найти, зная эта информация, заставляет задуматься. Что это за шум? Холодно. Господин Делюк, очистка завершена, но оборудование... Великолепная работа. Не волнуйтесь за оборудование, я прикажу дворецкам немедленно заказать новое. Мистер Делюк живет на широкую ногу. Это то, о чем я говорил. Экстракт туманного цветка для удобства, назовем его элементальной приманкой. Вау, какой сильный элементальный запах, а как нам его проверить? Плесните немного на землю вон там, только будьте осторожны, совсем чуть-чуть. И чё? Установить элементальную приманку. Ну да. Поговорите с Делюком. Здорово. Вот столько достаточно? И долго ли нам ждать? Плюх, плюх. Плюх, плюх. Ух ты, они и вправду привлекают слаймов, даже сильнее, чем мы думали. Эффект превзошел все ожидания. Нужно с ними разобраться прежде, чем они разгромят все по месте. Мне сказали с вами разобраться быстро, поэтому как бы, ну. Сориан. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, у тебя иммунитет же. А, нет, иммунитет нет. Ну и вон. Нет, ну рейзер, конечно, имба, ребят. Рейзер имба. Ей, ты кто такой вообще? Шпонь. Ууу, 2 500. Вот это я понимаю. Здорово, Делик, мы всех убили. Фух, такой сильный эффект, такой маленький, охапки цветов. Ну, хоть не зря мы их собирали. Ладно, господин Делюк, ты можешь, наконец, рассказать, что ты там задумал? Да, мой план состоит в том. Спасибо. Рейточи. Вот весь план. Капец. Чертовски как, фу, надежный, как швейцарские часы просто. Ты уверен, что это сработает? С самого начала был только я один. И с новой проблемой справиться тоже должен я один. Ну ладно, раз ты так уже решил. Но все равно пойменный зератул будет тебе помогать. Так ведь, зератул? Не, ну за достойную цену. Эй, ты чего, парень? Я и вправду у вас в долгу. А теперь давайте следовать плану. Увидимся в таверне. Дождемся вечера и встретимся с господином Делюком. Ну что, ребят? Я думаю, на этой прекрасной ноте можно и заканчивать. Давай сделаем фатули. Ну, на фоне вот так вот. Винокурни нашей. Чпоньк, чпоньк. Чпоньк. Нет. Как-то надо вот так, что ли. Давай. Сейчас мы сделаем какую-нибудь клевую фатулю. Давай, появись, супер-волк. Эй, кто там тень пускает? Уйди из камеры, блин. Вечно тут... Нет, ну ты видал его? Вшел вон отсюда. Все, вот так. Давай, давай, Рейзер. Вот. Оп. Сохранить. Оп. Сохранить. Все. И на этой прекрасной ноте, ребятки, данная серия подходит к концу. Ссылочка на плейлист с прохождением этой игры, конечно же, вы найдете в описании. Ставьте ваши лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, на группу Касовщина, Battle.net, серии, Discord, а также на мой Инстаграм. Оформляйте спонсорскую подписку. Удачи в играх и не только. И пока-пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok